Привет, друзья! Вы на канале POP-MUSIC, а меня зовут Владимир Исаев, и сегодня я объясню вам, почему продукт коллаборации JHS и BOSS JB2 это одна из самых интересных педалей, которые есть сейчас на рынке. Как вы знаете, недавно был 40-летний юбилей компании BOSS, и приурочившись к этой знаменательной дате, они объединились в компании JHS и выпустили этот овердрайв. Да и не просто овердрайв, а овердрайв вместе с дисторшеном в одной коробке. Соответственно, это BOSS Blues Driver BD2 и JHS Angry Charlie в одной удобной стандартной боссовской чугунной коробочке. В этой педали, конечно, примечательно внимание к деталям. Например, нижний ряд ручек отвечает за настройки педали BD2, и выглядят эти ручки именно так, как на педали BD2 от BOSS. Верхние ручки отвечают за настройку Angry Charlie, и выглядят они абсолютно точно так же, как на педали Angry Charlie от компании JHS. Кроме того, есть переключение режимов работы. Их аж целых шесть, про них я расскажу дальше. Но пока мы переключаем BD2, как вы знаете, синего цвета, JHS красного. Соответственно, лампочка меняет свой цвет на синий, если включен BD2, на красный, если включен Angry Charlie, и на фиолетовый, если они работают одновременно. Ну, по-моему, примечательно. Ну что ж, начнем слушать эту педаль с блюз-драйвера. Это практически BD2, она немножко изменена. Похоже больше на звучание вазокрафтовского BD2, но даже, наверное, еще интереснее. Как эту педаль обычно используют? Лично я такие педали, как блюз-драйвер, вообще практически не выключаю. Почему? Ну вот смотрите, я ее выключу, поиграю немножко фанка. Гитара звучит довольно неплохо, но если добавить блюз-драйвер, это будет похоже, как будто я прибавил немножко компрессии и немножко сочности и какого-то интереса. Послушайте. Кроме того, BD2 очень чувствительна к динамике. И в зависимости от того, как сильно или слабо вы играете правой рукой, звук будет меняться. Что, конечно, несомненно, круто. И вы это можете услышать, например, у Энди Тиммонса, который большой фанат этого самого BD2. А если добавить совсем немножко овердрайва, ну или множко, BD2 может работать даже как вполне себе такой сильный и серьёзный дисторшн. Ну не дисторшн, но, в общем, крепенький овердрайв и отлично подойдёт для каких-нибудь партий, заполняющих аккордами. То есть, как видите, и даже у BD2 запаса гейна более чем достаточно. Кроме того, у этой педали есть своя регулировка тона. Она адаптивная и работает по такому принципу. В середине ничего не меняется. Если вы будете прибавлять от 12 до максимума, вы будете прибавлять высокие частоты. Если будете уменьшать, эта ручка будет работать как срез высоких частот. Больше ни на что она не влияет. Соответственно, если добавить их побольше, звук будет довольно плотным и острым. Если убрать их, то звук, соответственно, лучше подойдёт в данном случае именно к нашему комбику, потому что он уже довольно яркий. Вот так. Настраивайте эту педаль как вам нравится. Ну а теперь пару слов о педали GHS Angry Charlie. Компания GHS, в принципе, что забавно, появилась от того, что её основатель модифицировал BD2. Забавное совпадение. Так вот, Angry Charlie — это продукт изменения педали Charlie Brown от той же самой компании GHS. Charlie Brown — это такая педаль, которая сделана под Marshall, который звучит на более-менее раскачанных оборотах. Но потом поступил заказ на более злое звучание. Как характерно, появилось название Angry Charlie, то есть это Distortion. И то, что это Distortion, можно услышать даже вот по нашему шипению из комбика. Как вы понимаете, гейна в этой педали более чем достаточно. Ну что? Distortion такой себе классический, очень похож на звучание групп типа Mr. Big, Нуна Бутонкурта, Экстрим и так далее. Очень прошибной, пробивной, много середины. По-моему, отличный звук. И запаса гейна в нём более чем достаточно. То есть сейчас Distortion уже такой практически несдерживаемый, и гейн всё ещё не на максимуме. Его можно сделать немножко поменьше, и также этот звук отлично подойдёт для более таких заполняющих аккомпанирующих партий. Ну а соответственно, если навалить побольше Distortion, ну тут уже можно и сатану призывать. Ну и перейдём к самому сладкому в этой педали. Это крайне правой ручки, которая может выбирать, какая педаль конкретно будет играть и не только. Есть три режима совместной работы. Соответственно, можно поставить Angry Charlie перед блюз-драйвером, блюз-драйвер перед Angry Charlie, и самое интересное, запустить их параллельно. Давайте послушаем, что получится. Итак, сейчас JHS и блюз-драйвер звучат параллельно, и на обоих настроен довольно весомый гейн. Послушаем, как это звучит. Ну что, звук довольно мощный. Такого эффекта можно добиться, разве что на дорогих процессорах, запустив параллельно два разных стека. Ну или, соответственно, два живых стека, если они у вас есть. Но звучит-то мощно и круто. Пойдём дальше. Второй интересный способ запустить эти педали параллельно, это оставить JHS довольно раскачанным, а вот BD2 сделать практически чистым. Чего мы этим добьёмся? Мы добьёмся того, что аккорды даже на большом гейне останутся довольно читаемыми. И, соответственно, задача, которую зачастую ставятся на звукоснимателе и на датчике будет выполнена вот таким неординарным способом. Давайте послушаем, как это звучит. Последовательное взаимоотношение этих двух педалей выглядит как стандартное взаимоотношение любого бустера и дисторшена. Бустером в данном случае является BD2. Соответственно, если вы захотите сделать погромче JHS Angry Charlie, вы ставите его перед BD2, и BD2 будет всего лишь усиливать громкость. Если вы захотите добавить гейна для JHS, то вы ставите его после BD2. Соответственно, давайте попробуем второй второй способ, и, соответственно, гейна у нас станет ещё больше, чем просто в обычном JHS. Если с количеством гейна всё довольно-таки очевидно, то вот с громкостью... ну, относительно нет. Зачем вам прибавлять громкость? Ну, конечно же, на соло. Соответственно, что мы можем сделать в режиме работы, когда JHS идёт до блюз драйвера. Блюз драйвер может, например, отрезать верха, что довольно-таки неплохо, потому что в высоких позициях гораздо круче, когда у вас такой уверенный низ, чем писклявые верха. И, конечно же, уровень громкости BD2 существенно увеличивает уровень громкости JHS, что мы можем, собственно, посмотреть. Ну, а как уж показать по игре, ну, это посмотрим. Чистый звук. Ну, а теперь самое главное, собственно, все режимы работы и... как и что с этим делать. Первый режим работы называется JHS, и, соответственно, включая-выключая педаль вы всего лишь включаете и выключаете JHS. Это видно по красной лампочке. Следующий BOS BD2. Синяя лампочка. После этого поочерёдно или JHS, или BD2 выключить не получится. Видите, красные и синие лампочки меняются местами. После этого JHS в BOS, потом BOS в JHS и в параллельном режиме. Кажется, что неполная функциональность, например, нельзя всё выключить, поменять. И тут, собственно, одна из самых интересных фишек этой педали. Мы можем подключить внешний футсвич. С помощью внешнего футсвича в первом же режиме, вот этом самом JHS, мы можем футсвичом включать вместо JHS BD2. В следующем режиме вместо BOS включаем JHS. После этого, когда у нас с вами поочерёдно меняется JHS и BD2, мы это можем выключить. Соответственно, в следующих режимах тоже там... Ну, относительно всё просто. Когда у нас JHS играет в BOS, мы можем дополнительным футсвичом выключать BOS. Когда у нас BOS играет в JHS, мы можем выключать JHS. Когда они у нас запараллелены, мы также можем футсвичом выключать одну из педалей. Ну, может быть, это довольно сложно, но вы просто знаете, что вот всё, что у вас есть в голове, как вы можете взаимодействовать с этой педалью, всё это можно сделать с помощью футсвича и вот этого свитча. То есть, ну, супер продуманность, большой респект и JHS и BD2 за эту самую... и BD2. И BOS за эту функцию. Ну что ж, первая коллаборация компании BOS выглядит на удивление удачной. Да и JHS никогда не подводит и выпускает всё более и более интересные педали. Будем следить за ними, а пока наслаждаться JB2. Ну что ж, до новых встреч! Ставьте лайки, если вам понравился этот ролик, оставляйте комментарии, ну, вы всё знаете! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Там не слышно вот этого погрузчика? Давай. Нет. Отлично. Нет, не слышно. Замечательно. Поехали. Проиграл. Ну, ладно. Нет. А ты хлопнул раньше Диму, ты проиграл. Я не играю. Давайте писать, плёнка крутится. Пусть лавышка мутится. Всем привет! Пишем. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА